Если мы не спасем красоту, то как же она спасет мир? Борис Петровский Борис Петровский Борис Петровский Борис Петровский Борис Петровский Борис Петровский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Субтитры создавал DimaTorzok Все, что роскошь и богатство в сочетании с искусством могли представить свое соединение, блистал на этом празднике. Хотя в обществе нашем незаметно сильного включения к художеству, Эрмитаж тем не менее пользуется большой популярностью. Произведите слово Эрмитаж. В любом конце России каждый уже слышал его. И сами в отечественной записке... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В ночь на 25 октября в Петрограде партия прыжников во главе с Ульяном Лениным взяла под свой контроль главные объекты города. В 21 час 40 минут просвучал голосной выстрел Кейсера «Аврора». В 22 часа 10 минут министры Временного правительства были арестованы в малой столовой и сильной дворцах. Винтовок черный, эрмит, кулонный, огни, огни. Стоит божжуй, как пес голодный, стоит безумный, как вопрос. И сам эрмит, как пес безумный, стоит за ним поджавший хвост. Так ведут державы над шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и на вьюгой не вредим, и от пули не вредим. Нежный пост, пилот южный, снежный рост, пьюжем чужный, белозельщик и взрос, впереди Иисус Христос. Хор ангелов великий час во славе, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что он меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Мой долин, пью, страдал, учеников любил, не крылья, а туда, где молча, мама, стояла, так никто взглядел и не посмел. Легкий сумрак зал, трон и темный мозолок, казался не священным. Я входил в орбитаж, в хранилище человеческого гения. Там я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть, чем от некого. Понял, как человек может быть великий и хороший. В первое время я терялся среди пышного шествия художника. У меня кружилась голова от обилия неустатой красок. Чтобы отдохнуть, я увидел в зал, и я была высована в свою игру. И чем бы больше я смотрел на статую безвестных эллинских воязий, или на едва заметно улыбавшихся женщин-канух, тем я и понимал, что вся эта скульптура зону по-прекрасному в самом себе. Что она предвестнется чистейшей утренней заре человечества. В июне 41-го Армель бросил кричку. Профессора академии из Бус-Волея. Старые молодые художники пришли на метаж первой же числе войны. Пришли по зору сердца. Это была самая мобилизация всей линии городской интеллигенции. Надо было торопиться. Враг подходил к городу. Великолепие пустого. Местами разрушенного дворца оказалось не реальным. Врагмар позаворта подсвоена гиния. И оттанская лестница совершенства по преступлению. С полочекуслами кусочками какой-то пленки. Это отслабивает и осыпается живым теплофоном. Летом 44-го, когда основные коллекции Эрмитажа находились еще в Клугу, было решено устроить выставку экспонатов, которые не были талкурированы. Она была размещена в двух галереях, менее всего пострадавших от расстоянов. В ноябре 45-го года залы Эрмитажа были вновь открыты для посетителей. Они были влюблены в жизни. Влюблены в мир, которым словно огромный яркий букет подставляет свои цветы солнцем. И описание полное изумление и радости. 29-ми юношей и 80-летней мистериками. Потому что для времени было большего удовольствия, чем дарить людям счастье. Новое поколение вместо мирной природы. Милых нюансов быта вернуло живописным большим пространством и большому времени. В их болотнах чувствуется дыхание космоса. Они разрушают ангивизуального восприятия, проявляя незримое и подготавливая почву для искусства будущего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok